Привет! В этом уроке я хотел бы вам рассказать про основные окна и меню программы Autodesk Maya, в которой мы будем в будущем учиться. И хотя, конечно, я буду более подробно объяснять каждый раздел меню в нашем обучении, но все же для начала лучше, конечно, посмотреть. Это первое видео, особенно для тех, кто раньше не сталкивался с этой программой, будет это полезно. Итак, ну, в любой другой программе у нас есть меню, то есть вот этот набор. И это меню у нас может быть в нескольких режимах, то есть сейчас он стоит в режиме rigging. Мы будем разбирать rigging и чаще всего я использую именно этот preset. Также здесь есть preset modeling, то есть если мы, допустим, хотим заниматься моделингом, у нас появляются совсем другие меню. Да, некоторые команды и функции здесь пересекаются, но в основном они отличаются. Кроме моделинга rigging у нас также есть меню анимация. Его, скажем, чуть реже будем использовать, потому что здесь многие меню дублируются и можно эти все функции найти в других местах. Вот. Ну и заключает также в себя этот набор презетов для работы с VFX и для работы с рендерингом. Конечно же мы будем больше говорить про rigging и про анимацию. Вот. То есть это то, что находится меню. Дальше. Следующее. Это разного рода иконочки, которые отвечают, например, там за redo undo, да, за сохранение и так далее. Ну это тоже, как бы можно сказать, стандартный набор. Вот. И, ну, это мы пропустим. И есть один из самых часто используемых разделов в этом меню. Это вот, вот эти вот такие голубенькие кнопочки. Это фильтры. То есть если, например, мы создадим куб, здесь создадим скелет, да, и здесь же создадим кривую, то здесь можно выставить фильтр, что в данном случае будет выделяться при, как бы при выделении мышкой. То есть что будет выделяться в сцене, а что нет. То есть если мы здесь поставим кости, уберем полигоны, то будут выделяться кости, джойты наши. Также можно здесь поставить кривые. Можно что-то поставить и то, и то. Вот. Конечно же у каждого объекта есть свой приоритет. Если выставить здесь все, то выделятся скорее кости, потому что у них более высокий приоритет. Вот. Но есть объекты в сцене, которые имеют еще более высокий приоритет, чем кости. Вот это полезное меню, вы будете часто им пользоваться. Далее очень такое полезное меню, это вот эти магнитики, это привязки. Ну то есть если мы, например, хотим кость привязать к кубу, то просто, например, выделяем snap to points, и когда мы начнем передвигать наши кости, наша кость будет постоянно снепиться, то есть прыгать к полигональному вертексу, то есть к точке, как здесь и написано. И вот к вот этим точкам. Вот. Дальше это настройки рендеринга, то есть если зайти, там можно понастроить рендеринг, нам это не совсем нужно. Есть еще некоторые презеты по Workspace, то есть мы можем сразу одним махом поменять разные наборы меню, но чаще это все дело используется по умолчанию, ну или каждый сам под себя это все настраивает. Следующее это у нас идет шелфы, полочки по-другому. То есть здесь у нас просто набор иконочек для быстрого доступа. Я чаще всего, конечно же, использую какие-то свои собственные кастомные скрипты или плагины, которыми я чаще всего пользуюсь. Вот. Ну, это просто более быстрый доступ вот для этих меню. Значит, вот эта слева панель, эта панель слева отвечает за, можно сказать, за выбор компонентов в сцене. То есть, ну, как будет выглядеть вот мышка, которая сейчас в данный момент выбирает что-то. Например, если мы работаем с компонентами, ну, есть такое понятие, когда вот это вот объект, да, мы двигаем, а можно перейти на уровень компонентов и двигать уже компоненты. То есть здесь можно выбрать разный способ выделения. Мы можем вот обрисовывать, и чисто то, что попадет в обрисованный этот круг, то выделится. Можно просто это кисточкой выделять. Ну, то есть просто как бы способ выделения. Вот. Ну, и дальше это здесь переключение режима вьюпорта. Можно разделить на четыре разные стороны, там, ну, и так далее. Их-то много. Также это делает с пробелом. Вот. Дальше у нас, конечно же, есть сам вьюпорт. То есть вот это вот окошко, где мы все это видим, называется вьюпорт. Вот. Вот. Здесь у нее некоторые есть такая телеметрия, можно сказать, параметры, которые нам помогают. То есть изначально вот этих у вас параметров не будет. Их нужно будет включать отдельно. Здесь можно посмотреть количество полигонов, количество вертексов, таких точек в сцене и так далее. Ну, и здесь внизу тоже там FPS можно увидеть, например. Вот. Ну, и, конечно же, у нашего вьюпорта есть свои собственные настройки. То есть вот эти вот настройки, вот это меню и вот эти вот кнопочки, это все настройки вьюпорта. То есть они относятся чисто к этому окошку. То есть мы можем здесь позаходить. Здесь есть вот всякий меню там работы с камерой, с шейдерами, со светом, там, что сейчас будет показано в сцене. Вот здесь можно, например, выбрать, например, чтобы в сцене показывались только полигоны. То есть вот. То есть все остальное, что у нас есть в сцене, оно просто невидимо становится. можно по включать по выключать для работы удобно выбранный тип рендеринга и также по аналогии какие здесь у нас есть кнопочки быстрого доступа где можно включать разные красоты правая сторона программы мая но и не только в мая используется для для отображения различных настроек объект выделенного объекта в сцене то есть вот сейчас у нас выделен куб вот называется pq1 его можно переименовать здесь его параметры по позиционированию сцене то есть сейчас если у нас допустим вот этот центр координат а вот он сдвинут по оси x и yz на вот вот эти значения и когда мы двигаем куб конечно же эти значения меняются по умолчанию эти значения в сантиметрах то есть я могу показать потом где меняются ну чаще всего используют сантиметр вот здесь можно менять разные типы отображения этих этого окна то есть вот этот момент называется channel box это у нас attribute editor ну я привык это меня через сочетание клавиш control а да также вы можете можете видеть удобную панельку вот здесь которая отображает клавиатуру и клавиш которая сейчас нажимаю то есть если вам непонятно как я это сделал можно здесь будет посмотреть что я данным данный момент классы вот channel box это более примитивная менюшка она меньше занимает место ну как бы зато показывают основные параметры и attribute editor здесь уже более обширные меню то есть разделенное на ноды но да это вот каждая закладка это но да то есть моя она состоит из нодовой архитектуры то есть у нее и каждый каждый скажем так каждый какой-либо параметр на каком-то объекте может являться как просто как отдельным каким-то пакетом данных то есть это как но это как просто какой-то кусок кода который дает какие-то параметры объекта вот например вот этот пик юпать называется transform нода то есть она определяет параметры куба в пространстве там и так далее это но да пикюб шейп это шейп нода она определяет параметры отображения в сцене то есть тисселяцию его цвет там и так далее нам разные параметры ну тут некоторые есть такие можно сказать ноды отвечающие за слои то есть мы дальше вот здесь будем рассматривать это панель слоев то здесь здесь есть анимационные слои просто слои то есть можно например создать вот я сейчас выделил куб можно создать слой и вот сейчас как фотошопе куб добавлен в этот выделенный слой если мы кликнем visible invisible куб будет спрятан то есть но это для удобства организации в сцене чтобы ненужные элементы были скрыты например кости там или еще что то вот и соответственно когда мы такие вещи создаем они сюда падают как нода то есть так как это мы создали вот на на этом кубе то там это все сохранилось в ноду и здесь мы можем это видеть как нода вот ну и так далее но до пикюб отвечающий за создание там всяких параметров куба его ширина там толщина и не знаю вот то есть это то что по панелькам да я понимаю что конечно те кто например работал в мая там с текстурингом с моделингом еще с чем-то он все это знает но меня курс рассчитан и на новичков тоже но я все же надеюсь что новички перед тем как даже смотреть ну перед тем как научить начать учиться анимации немножко посмотрит какой-либо информации вообще про автодеск мая про геймдев в целом чтобы немножко хотя бы понимать что к чему чтобы ну вообще на каждое на каждое сказано мной слово слова не не удивляться так как будто первый раз слышишь потому что в таком случае это будет тяжелее вот поэтому чуть-чуть хотя бы небольшую базу знаний желательно иметь вот даже хотя бы понимать что такое полигон что такое ребро и что такое вертекс да мы занимаемся анимацией ну хотя бы вот эти вещи нужно знать там кости я не знаю кривые это еще ладно вот на это меню слое в общем здесь анимационные слои это мы будем разбирать ну и так у нас из всего этого осталась нижняя панель я думаю здесь и так понятно это панель timeline называется то здесь мы видим кадры мы можем просто в реальном времени это все проигрывать вот сейчас нас 30 кадров в секунду выставлено просто нулевой кадр и дальше и мы можем например объекты в сцене с помощью этого таймлайна анимировать то есть в нулевом кадре у нас здесь куб стоит 10 мы его сдвигаем теперь он здесь стоит а например в 20 он здесь и теперь если мы нажмем play будем видеть как куб у нас проанимировался и двигается можно ему добавить вращение то я ставлю ключи вы это будете потом изучать то есть это просто отображение кадров то есть вот здесь сейчас в на этой временной шкале одна секунда то есть 30 кадров это просто задает с какого по какого кадра будет начинаться можно поставить с 5 кадра там по 50 чаще всего конечно здесь стоит ноль а здесь кому как удобно там 20-30 вот здесь я думаю все понятно а это у нас автокей то есть когда мы мы можем например пятнадцатом кадре сдвинуть куб и у нас ключ автоматически вот красненький автоматически поставится и все мы ничего не делали не нажимали ключ поставился автоматически вот ну и настройки preferences это просто настройки мая например здесь можно поменять с метр на сантиметров то есть у меня отстояли метры но на самом деле реально получанию должны стоять сантиметр вот значит это принципе все что я хотел вам рассказать основное по меню автодеск мая приходите на курс там это будет все более подробно там это будет структурировано рассказано от самых азов что такое кости что такое кривые будут показаны конечно же меню но это будет более точечно то есть если мы например учимся строить скелет то я буду рассказывать где какое меню надо зайти чтобы построить скелет а это так это немножко более для общих общего понимания всего этого в общем удачи вам